Продолжение следует... Продолжение следует... Но начну я, безусловно, с такой главной новости, с главного такого хорошей новости для предпринимателя. Вот Борис Юрьевич Титов здесь. Вчера вы все знаете, что президент озвучил экономическую амнистию и ряд интересных мер и предложений, которые, наверное, очевидно направлены на улучшение и делового, и инвестиционного климата. Ну а самое главное, конкретно касается практически каждого предпринимателя в России. Поэтому, Борис Юрьевич, годовщину омбудсмена отпраздновали здорово. Прошу поддержать. У нас будет сессия после этого как раз на тему «Год уполномоченного». Уважаемые коллеги, тогда позвольте я представлю всех, кто сегодня будет участвовать в дискурсии. Сергей Иванович Борисов, вице-президент Сбербанка России, председатель Попечеческого совета по России. Сергей Иванович Морозов, губернатор Ульяновской области. Сергей Иванович Морозов, генеральный директор Агентства стратегических инициатив. Сергей Иванович Константин, президент Промсвязьбанка. Мы еще ждем Никиту Юрьевича Белых, губернатора. Пожалуйста. Теперь точно можно начинать. Александр Сергеевич Галушка, сопредседатель Деловой России и сопредседатель Общероссийского народного фронта. Ирина Викторовна Акбашева. Ирина Викторовна, приподнимитесь, потому что очень важно представить. Один из ключевых спикеров. Заместитель главы муниципального образования Саткинский район. Андрей Медведев, предприниматель средний производственный бизнес из Ярославля. Как я уже сказал, Борис Юрьевич Титов примет участие. Мы ждем Андрея Шаронова, вице-мэра города Масква. А у него пресс-конференция, и он должен сюда прийти. У нас представители-эксперты из Европы. Это Питер Линдхольм и Михаэль Лимбхармс. Пожалуй, практически всех я представил. Михаил Викторович Копейкин, уверен, вице-президент Венешэкономбанка, который активно помогает малому бизнесу. Уверен, будет что сказать и вам. Коллеги, регламент, уже, наверное, все к нему привыкли, с учетом сессий, которые прошли предыдущие два дня. Значит, 3-5 минут, живая дискуссия. Начнем мы с двух, скажем так, таких коротких вводных выступлений. Позвольте, начну я. Буквально три слайда. Нам их не видно, наверное, да? А, вот так. Да, спасибо. Главная тема и главное предложение, которое предлагаем обсудить, это роли функций государства. Можно на следующий слайд, да? На наш взгляд, с учетом той ситуации, той точки отчета, в которой мы находимся, вот та фраза, главное, не мешайте, она уже недостаточная. На наш взгляд, государство должно на всех уровнях, от муниципального до федерального, брать на себя более активную роль в стимулировании развития предпринимательства, создании инфраструктуры и так далее. И вот, обобщая тот результат огромной работы, который за это время проведены, мы вывели такую формулу, что, наверное, настало время, когда государство должно быть акселератором для бизнеса. Безусловно, и в конце я обращусь и к Питеру, и к Михаэлю с оценкой наших предложений с точки зрения европейского опыта. Безусловно, мы оценивали опыт и развивающихся стран, и ведущих стран. Именно в этом аспекте один из таких ярких примеров, когда государство выступает акселератором, это Соединенные Штаты Америки, особенно при переходе с малого в средний бизнес. Поэтому я вот коротко пройдусь. Вы уже, наверное, видели массу публикаций наших комментариев. Мы с Александром Галушкой делали одну из первых пресс-конференций на тему территория бизнеса, территория жизни. Поэтому мы хотим отступить от лирики и говорить сейчас только о конкретике. Давайте следующий слайд. Итак, первый этап. Для большинства бизнеса это микробизнес. Это так называемые самозанятые и индивидуальные предприниматели. Самая популярная в этом году тема на всех площадках. Коротко, по блокам, что мы предлагаем. Конечно же, должен быть максимально простой, легкий вход в бизнес. Это максимально простая фискальная модель. Это одно окно, один платеж. Поскольку в настоящий момент функцию некого администрирования мы и государство возложило на бизнес, но надо поднимать портрет этого бизнеса, портрет этого микропредпринимателя или этого представителя самозанятого населения. Мало того, что в новой пенсионной формуле мало кто вообще что-то понимает, требовать от этих людей понимать, куда он платит страховой взнос, какие он накапливает баллы, права, во что эти баллы потом будут корреспондироваться, превращаться, практически невозможно. Наверное, мы предполагаем, должна быть некая форма патента, естественно, без регистрации. То, что, кстати, уже сделано у наших соседей в Казахстане. То, что я и говорил, это основное предложение, один платеж, одно окно. Пониженная ставка для определенных видов бизнесов, для производственного бизнеса, это точно, для социальных видов бизнеса, для бизнесов в определенных территориях, это пониженная ставка налога. Два-три года это будет как раз-таки обсуждаться экспертным сообществом. Огромная проблема – это земля под любой бизнес, поэтому бесплатное выделение земли и тарифы. Мы много поработали на эту тему по поводу тарифов естественных монополий. Мы говорим сейчас не только о тех присоединениях, это во многих регионах еще большая проблема. Есть, конечно же, регионы, которые в этом вопросе серьезно продвинулись, в частности, в Ульяновской области. Нам Сергей Иванович об этом, наверное, скажет сегодня. Но в основном, вот, знаете, примеры, которые у нас есть, кейсы, там, по газу подключение полтора года, по электричеству, там, самые разные сроки в зависимости от территории. Стоимость этих подключений, она для микробизнеса, чуть ли не 75% в стартовых затратах составляет. Это что касается микробизнеса. Следующий шаг, это второй, так скажем, этап, это уже малый бизнес. Мы будем в некой системе координат, определенной законодательством, в критериях микро, малого и среднего бизнеса. Предприниматель, который до РОС, скажем так, дошел до момента перехода из микро в малый бизнес, также, на наш взгляд, вот в этом и есть функция акселерации, может получать от государства определенные преференции. Льготное кредитование институтов развития, эта тема сейчас широко обсуждается, и, на наш взгляд, недостаточно одного института развития, это МСП Банка. Надо обратить внимание на те программы Министерства экономического развития, которые направлены на создание микрофинансовых фондов. Лизинговые программы, льготная аренда, обнуление ставок налога на имущество при обновлении оборудования. Это второй шаг, и, на самом деле, одна из самых важных моментов, важных переходных этапов, это третий шаг, это средний бизнес. Вот здесь у нас очень много кейсов есть, и примеров, и сегодня мы не случайно позвали Андрея Медведева из Ярославля, тот самый предприниматель, который прошел от малого бизнеса до среднего бизнеса. Перейти в категорию средний бизнес, это всегда, вот если мы говорим, к примеру, про производственный бизнес, это всегда очень серьезные, единовременные практически вложения, и они исчисляются не миллионом рублей, а сотнями миллионами рублей. И здесь у предпринимателя есть не очень большой набор, выбор решений. Привлечь инвестора, зачастую фактически потерять контроль над компанией. Почему? Потому что объем имеющегося бизнеса по сравнению с теми деньгами, которые будут вложены, он несопоставим. Доля в большинстве случаев уменьшается. Брать кредит на рынке, даже по программам Внешнеэкономбанка и МСП банка, это все равно дорого. У нас очень мало, если говорить про производственные, инновационные, тем более бизнесы, но очень мало у нас бизнесов, у которых маржа, мы прекрасно понимаем, больше 10%, например. Поэтому вот здесь прошу особое внимание обратить, мы считаем, и это международная практика, что так минимум на 2-3 года должна быть в этот переходный период ставка по налогу на прибыль ноль, ставка по налогу на имущество ноль, снижение ставок по страховым взносам, компенсация страховых взносов за новых работников. Я уже упомянул про Внешнеэкономбанк, это специальные программы для таких вот растущих газелей, когда кредитный ресурс, вернее, заемный ресурс, он будет стоить меньше 9,8%. Ну и, естественно, возможность выкупа земельных участков и помещений по льготным условиям. И в заключении два слайда, все то, о чем мы... Ну, следующий слайд. Да, все то, о чем мы говорим, невозможно... Давайте так представим, где это все должно реализовываться. Это не виртуальное пространство, это в конкретных муниципальных образованиях, потому что малый бизнес прописан там. Опора России уже некоторое время проводит исследования предпринимательского климата, можно сказать, в муниципалитетах. Мы выявили такую не очень хорошую тенденцию, что практически в каждом регионе не больше 10-15% тех глав муниципалитетов, которые хотят, умеют, и у них получается развивать предпринимательство. Может быть, уважаемые губернаторы меня поправят, но вот наше исследование показывает это. Но при этом, вот вы видите на слайде, и успешные практики это показывают, есть огромный резерв, есть огромные возможности по развитию на своем внутреннем, что называется, рынке предпринимательства. И на наш взгляд, модель взаимодействия бизнеса и муниципальной власти, она должна быть… Вот следующая, можно слайд. Это некий пример вакансий. Это пример, скажем так, не конкретный, то, что вы на слайдах видите, но мы считаем, что это вполне рабочая модель. Мало того, по России, один из пилотных муниципалитетов выбрал для себя, это Саткинский район, и все вакансии, которые будут предложены потенциальным предпринимателям, мы будем размещать и у себя, и есть такой проект Smart Start, достаточно уже известный, то есть мы будем стараться широко распространять вот ту работу, которую будет вестись в Саткинском районе в этом направлении. Я на этом остановлюсь. Хочу сразу передать слово Артему Констандиану. Артем продолжит, вот, я думаю, мою мысль, наверное, с акцентом на средний бизнес. Артем, пожалуйста. Доброе утро, коллеги. Я продолжу. Если можно, мою презентацию тоже включите. Там всего три слайда, но я на них постараюсь остановиться все-таки чуть подробнее. И поделюсь нашим опытом. Опыт большой, с малым бизнесом работаем 18 лет, но так сфокусировано. Программы запустились с 2007 года. И сейчас количество предпринимателей, малых и средних, с кем мы работаем, это все-таки 130 тысяч. Поэтому могу уверенно говорить не только за институт, который возглавляю, но и за многих коллег. 80% кредитов, которые мы даем, это регионы, это не Москва. Ну, тоже показательно. И, что немаловажно, что очень важно, половина этих кредитов, это кредиты инвестиционные. Это кредиты на три года и более, до пяти лет. Но с чем мы сталкиваемся в последнее время? Мы, наши коллеги, начинаем ходить по кругу. Мы к одним и тем же предпринимателям начинаем приходить, предлагая наши продукты. Нового бизнеса становится меньше. Сейчас на фоне тех глобальных изменений, которые у нас происходят, в силу нашей российской специфики. Мы видим все меньше новых ноготковых, теньковых, каркуновых. Означает ли это, что какой-то человеческий потенциал России от этого уменьшился на глазах? В целом нет. Есть хорошие новости, заключающиеся в том, что мы видим много успешных предпринимателей, которые делом доказали, что они эффективны, построили успешный бизнес, хотят развиваться, хотят развиваться в своих регионах, хотят делать региональную экспансию, но оказываются зажатыми в тисках своего размера. Мы все знаем, что переход на новый уровень связан с большими рисками. И мы, как банк, вынуждены оценивать эти риски. Более того, существует устойчивый термин даже в нормативных актах в Центрального банка в соответствии кредита масштабу бизнеса клиента. И каким образом предприятие, которое видит, что у него есть потенциал сделать из 50 миллионов рублей 500 миллионов, или из 500 миллионов выйти на уровень миллиарда рублей выручки. за счет какого ресурса ему это сделать, далеко не всегда понятно, а точнее понятно, что в большинстве случаев этого просто не происходит. Инвесторов, во-первых, Александр правильно сказал, что и опасаются, естественно, приглашать, не говоря уже о том, что не так уж их и много, которые готовы были бы инвестировать. Ну, а для банков, безусловно, с учетом всех рисков, это далеко, далеко бывает не всегда приемлемо. Я считаю, что если наше государство, мы с вами, всерьез озабочены снижениями темпов роста нашей экономики, мы должны не только поддерживать текущих предпринимателей в том виде, в котором они есть, чтобы с них штаны не спадали, чтобы они на шею государства, чтобы мы их не вешали, но наоборот, чтобы они активным образом развивали производство, инвестировали. Мы должны поддерживать эту предпринимательскую инициативу по росту компаний, по созданию новых рабочих мест. Но одних инфраструктурных проектов, больших, для этого недостаточно. Хотя я обеими руками поддерживаю инфраструктурные проекты, безусловно, о которых, в том числе, вчера говорил президент и так далее. Но нужно поддерживать малый бизнес, и в этой связи инициативу опоры России по акселерации безусловно, безусловно, мы поддерживаем. Иначе мы, ну, какую долю малое предпринимательство ВВП России занимает, все хорошо знают, эти цифры повторять смысла нет. Сильно меньше по сравнению с другими странами, которые некоторые, многие из них, которые я не назвал бы, гораздо более развитыми, чем Россия. Вот. Но эта жизнь с этим нужно исправлять. Следующий слайд, пожалуйста. Когда мы говорим про акселерацию, то есть, ну, такие, условно, две линии поддержки. Финансовая и фискальная. Надо сказать, что во многом во многом инструменты поддержки не существуют. В регионах действуют фонды поддержки предпринимательства. Из 53 регионов, где мы работаем, мы работаем с 43 фондами. Но по данным МЭРТ, на 1 января текущего года объем фондов составлял совокупно 36 миллиардов рублей. А объем кредитов, которые они обеспечивали, стоял 200 миллиардов рублей. Общий объем рынка кредитования малого и среднего предпринимательства 6,9 триллионов рублей. Ну, честно говоря, наши оценки объема рынка кредитования несколько ниже. Мне кажется, 6,9 триллионов несколько оптимистично. Но если брать оценку МЭРТа, то получается, что фонды поддерживают 2% кредитов малого и среднего бизнеса. Коллеги, напоминаю, фонды поддерживают от 50, в лучшем случае, до 70% кредита обеспечивают. Здесь банки сами рискуют кредитой малых предпринимателей. Я считаю, что благородной и правильной целью было бы поставить довести объем фондов поддержки хотя бы до 5% объема рынка кредитования, а за 3 года довести объем до 10%. А еще такой относительно новый термин, он часто предпринимается, часто употребляется, понятие такой зоопарк. С 43 регионов фондов, которые есть, сколько фондов, столько и правил. И сильно зависит от региональной специфики, от внимания губернаторов. Практика она уже есть наработанная, есть прекрасные успешные примеры. Это и Москва, и Санкт-Петербург, Владимир, Владивосток, Омск, Улан-Удэ. Считаю, пришло время на федеральном уровне установить правила игры, брать за основу успешный опыт и делать федеральный стандарт. Не могу не сказать хорошие слова про МСП-банк, безусловно, поддерживает новая программа, которая называется гарантия. Всячески приветствуем, но все равно это недостаточно. Про фискальную часть Александр уже довольно подробно сказал. Уважаемые коллеги, зачем это нужно? Это не налоги ради налогов. Налоги нужны для снижения налоговой нагрузки, нужно для того, чтобы повышать устойчивость проектов, для того, чтобы банки активнее финансировали один из немногих реальных источников поддержки предпринимателей это банки. Почему банки? Потому что мы являемся финансовыми консультантами этих клиентов не потому, что нас на конкурсе выбрали, а потому, что для большинства предпринимателей банк, его банк является его единственный финансист, это единственный человек, который может толково объяснить о инструментах поддержки, провести финансовый анализ и дальше контролировать сроки, суммы, цели, каким образом идет проект. Он это может делать не только для самого предпринимателя, но, безусловно, для институтов развития. Ну и последний слайд, если можно включить, это такой кейс. Я хотел бы сказать, что этот кейс успешно реализованный. Ну нет, этот кейс, который мы сейчас смотрим. Предприниматель из Волгограда, мы ну все же понимают, что запас прочности, чувствительность инвестиционного проекта, но он должен быть в оптимале гораздо больше, чем 15%, но хотя бы 15% чувствительности к изменению выручки. А вот сейчас в тех условиях налоговых и финансовых, которые мы сами в том числе предлагаем, такой чувствительности нет. Но если обеспечить ему финансирование хотя бы по ставке 10%, каким образом это сделать? Один из очевидных способов для того, чтобы целевые деньги института развития предоставили нам как банку, а мы его предоставили предпринимателю. И во-вторых, налоговая поддержка. На выходе мы видим искомые хотя бы 15% запаса прочности, которые позволят нам, нашим коллегам принимать эти риски и активно финансировать рост предпринимателя, который безусловно поможет развитию региона и страны в целом. Спасибо. Артем, спасибо. Давайте дальше в темпе обсуждений Ирина Акбашева, заместитель будет-будет микрофон. Ирина, вот как раз таки муниципалитет, который имеет уже определенные положительные результаты в развитии предпринимательства. Ирина, 3-4 минуты, как договаривались. Добрый день, уважаемые участники. Для начала несколько цифр. За 3 года реализации муниципальной целевой программы по развитию предпринимательства у нас количество субъектов выросло с 500 до 1194 единиц. Доля занятых в малом бизнесе с 5 тысяч до 11 с половиной. И что для нас отрадно, как для муниципалитета, доля налогов в собственной доходной базе выросла с 12 до 30 процентов. Сегодня САДК является территорией с благоприятным предпринимательским климатом. В чем основа успеха? Первое это системный подход, то есть мы постоянно проводим анализ, мониторинг, маркетинговые исследования для того, чтобы наших предпринимателей направлять в те ниши, которые сегодня необходимы для развития муниципального района. Далее мы стараемся использовать все формы поддержки. Это и финансовая, и административная, и имущественная, информационная. И мы главное работаем на опережение. То есть если государство говорит о том, что надо поддерживать лизинговые компании, мы в своей программе увеличиваем субсидии по лизинговым платежам. если мы говорим о том, что необходимо иметь доступные кредиты, мы открываем микрофинансовую организацию муниципального уровня, получили лицензию номер один в Российской Федерации, и сегодня выдаем микрозаймы от 8 до 10 процентов в зависимости от вида деятельности. сегодня мы открыли бизнес-инкубатер. Прошу прощения, вы мне сказали, что у вас есть ставка 0. Ставка 0 есть для социального проекта чистая вода конкретно, потому что у нас для нашего региона проблема с чистой водой. Сегодня перешли на бесхлорное обеззараживание воды, предприниматель этот проект реализует, и мы ему для того, чтобы он смог разработать проектно-спертную документацию, выдали за им со ставкой 0 процентов. Если говорить об социальном проекте, таким, как открытие школьных детских площадок летних, то мы предпринимателям для закупа продуктов сделали ставку 5 процентов. Решает это все общественный координационный совет. То есть мы распределяем те деньги, которые есть у нас в муниципалитете в рамках наших программ. И сегодня у нас работает бизнес-инкубатор протопредпринимательского направления. То есть мы готовим будущих предпринимателей. Мы им даем возможность в наших условиях наработать себе клиентуру, наработать продукцию с тем, чтобы они могли посмотреть, а могут ли они работать в рынке или нет. Потому что зачастую одного желания мало для того, чтобы начать собственное дело. И сегодня мы открыли дистанционный бизнес-инкубатор. Это уже для действующих предпринимателей. И они на нашем сайте имеют возможность рекламировать свою продукцию, продвигать ее, ну и так далее. И идет регистрация муниципального инвестиционного фонда. То есть мы уже будем выдавать длинные кредиты до пяти лет под десять процентов годовых. Это то, что мы наработали в своей микрофинансовой организации. Но у нас нет эйфории от наших успехов. Мы до сих пор большую долю наших собственных доходов это от градообразующего предприятия получаем. И то, что мы смогли взять по развитию малого бизнеса вот таким активным путем тоже ниши заполнились. Поэтому нужна перезагрузка. И поэтому мы считаем, что очень своевременно и поддерживаем программу. Я считаю, что это будет государственная программа, не просто федеральная целевая программа. Это должна быть государственная программа, в которой объединены направления по разным министерствам правительства Российской Федерации. Потому что там говорится не только об Министерстве экономического развития. Там есть инфраструктурные предложения, Минфиновские предложения. Поэтому это государственная программа. И мы ее поддерживаем. Ирина, у меня вопрос конкретный. Мы 23 мая были в Воронеже. И на мое предложение по налоговым каникулам президент сказал, что мы знаем наших предпринимателей, они будут перерегистрироваться каждые два года и так далее. Вы помните наш диспут с ним. Ваше мнение как человека, который с этими самыми нашими предпринимателями общается? Вот сразу когда мы разрабатывали стратегию развития района, а у нас монотерритория, два моногорода и развитие малого бизнеса у нас является одним из основных направлений диверсикации экономики. И мы сразу развитие малого бизнеса рассматривали как социально-экономическую категорию. И поэтому мы считаем, что нельзя подсчитывать деньги там, где мы еще их не создали. То есть в любом случае должны быть очень комфортные условия для развития предпринимательства. Вот в качестве примера малые населенные пункты для того, чтобы сегодня начать разработку даже любого плетника необходимо получить лицензию 550 тысяч, необходимо разработать проект, то есть изначально стартовая цена кейса 3 миллиона. Если брать даже казалось бы пасека, мини-пасека 300 тысяч для того, чтобы вложиться, если брать мини-ферму, если брать сплавы, вот у нас очень распространенный вид деятельности, миллион. То есть мы не говорим об каникулах, мы предлагаем вести речь о налоговом вычете. Это более прозрачно. То есть человек получил, приобрел что-то, вложил в свой бизнес, пришел в налоговую, показал документы и получил вычет. Ирина, спасибо. На ваше предложение, если кто-то из зала, как в нашем случае 23 мая мне оппонировал президент России, кто-то может оппонировать по поводу налогов вычетов, потом пожалуйста предоставим слово. Андрей Медведев, буквально две минуты, реальный бизнес. Андрей, два слова, что за предприятие, с чего начал, где ты сейчас и твое мнение по поводу тех предложений, которые ты сегодня услышал. Большое спасибо Александр за возможность высказаться. Я являюсь генеральным директором компании ПСМ промышленной машины. Мы занимаемся производством дизельных генераторов, насосного оборудования, спецтехники. Производственная площадка у нас находится в Ярославле. Нашей компании 8 лет. За эти 8 лет мы выросли до оборот в 2012 году до 1,6 миллиардов рублей. Те проблемы, которые у нас есть, они в принципе абсолютно такие же, как у всех других предприятий. По поводу практически на любой сессии, от пленарного заседания до вот этих сессий везде мы обсуждали ставку кредитования, стоимость денег. Наверное, действительно, с точки зрения банков, она действительно обоснованная. Наверное, это действительно так. Но те компании, с которыми мы конкурируем, те же наши китайские конкуренты, европейские, у них ситуация совершенно другая. Соответственно, мы в любом случае, скажем так, в этом плане им проигрываем. Для среднего бизнеса вот очень порадовало, что Александр представил презентацию, где разделено между разной степени поддержки для малого, среднего и микробизнеса, потому что то, что необходимо нам и то, что необходимо мини-пекарни, это совсем, наверное, разные инструменты. первые 6-7 лет, которые мы работали, мы по большому счету действительно думали о том, что государство лишь бы не мешало, лишь бы не пришло, лишь бы что-то не спросило, как бы, ну, наверное, во многом плане мы были в каких-то заблуждениях, ну, и при этом я бы не сказал, что у нас какое-то было воздействие на бизнес, такое отрицательное, ну, и по большому счету помощи мы тоже абсолютно никакой не чувствовали. Сейчас у нас есть успешный проект с Ярославской области, мы решили построить еще одно предприятие металлообработки, когда мы пришли в администрацию, нам предложили использовать технопарк, который сейчас существует, и нас эта идея очень заинтересовала, потому что она не требует таких глобальных инвестиций, которые сопоставимы там с частью оборот нашего бизнеса. Идея очень хорошая, она действительно, мы надеемся, что это все вот сейчас в сентябре месяце заработает, но здесь мы тоже столкнулись с стандартными вещами, что, во-первых, порядка двух лет была полная неопределенность, будет этот проект, не будет, было много пересудов. Андрей, я тебя перебью, извини, вот смотри, вот ты начинал, насколько я помню, с коровника, да, и там с шести, по-моему, человек, сейчас у тебя работает... 300 человек сейчас работает. Сейчас 300. Вот такой плавный переход, ты обошелся своими средствами, и если бы не технопарк, вот такая возможность была бы масштабироваться? Ну, на самом деле, технопарк, это наше пока будущее, то есть, из коровника построили три цеха, мы самостоятельно, но до того момента, до которого мы сейчас выросли, да, мы, наверное, вот своими средствами, своими умениями, мы действительно смогли вырасти, и у нас в России есть большой инструмент, что у нас есть рынок все равно, и есть ниши еще свободные, наверное, в Европе, я бы, например, уверен, что я так не смог вырасти, потому что там все занято, вот, но глобально мы понимаем, что сейчас, вот вы выделили основной момент своей презентации, про оборотные средства, то есть ситуация, которая сейчас есть в 2013 году, по сравнению с 2005, когда мы начинали, оборотных средств для среднего бизнеса, малого бизнеса, требуется на порядок больше, чем это было 8 лет назад. Андрей, спасибо. Уважаемые коллеги, сейчас мы перейдем к таким оценочным комментариям, я бы сказал так, к основной четверке, у нас, представители, губернаторы уважаемые, начнем, наверное, с Андрея Никитина, руководитель агентства стратегических инициатив, мы с тобой делали пресс-конференцию и работали над этой темой, пожалуйста, те слова. Спасибо большое. Доброе утро, уважаемые друзья. Вот крайне сложно не подписаться под всем тем, что было здесь сказано, и я бы единственное, что может быть еще по тему экспорта бы подумал, вот с точки зрения мер поддержки для среднего бизнеса, то есть надо создавать продукцию, которую можно экспортировать, и эти инструменты тоже я бы включил. Что бы я хотел сказать, то есть вопрос, как нам это перевести из, так сказать, из идеи в операционную плоскость. Я вижу здесь первый момент, ключевой риск, это, скажем так, несодержательная дискуссия, которую с нами будут вести оппоненты в части налоговых уклонений, потерь бюджета и так далее, то есть выпадающих доходов, все это такие фетиши, которые поднимаются, как бы там, на транспарант, и считается, что после этого мы уже ничего не должны обсуждать. Я считаю, что здесь какой путь может быть предложен. Во-первых, нам нужно здесь определиться с нашими KPI, как то, что мы предлагаем, ложиться в повестку президентских указов, как это влияет на экономику, как это влияет на основной капитал, выбрать себе показатель и сказать, что результатом нашей деятельности будет оценочно то-то. Затем я, собственно, решение такое уже у меня есть, и я буду просить членов нам совета агентства поддержать эту тематику как одну из тем, которые агентство должно вести. Это позволит нам уже в обязательном порядке включать чиновников в диалог, то есть не в режиме «хочу, не хочу», они уже должны будут с нами разговаривать и свои контраргументы переводить в формальную плоскость. И, наконец, дальше мы можем операционно проработать каждый пункт, как его можно реализовать с точки зрения федерального законодательства, с точки зрения институтов развития. Я думаю, что, наверное, как мне кажется, мы придем к модели эксперимента в каком-то одном, двух, трех регионах, может быть, где мы сможем в год-два показать результат от тех мер, которые мы предлагаем, то есть при условии, конечно, что мы их сделаем системными. То есть самая большая опасность это когда вот это системное предложение, которое опора России сделала, мы сейчас начнем раздергивать и говорить, вот это да, можно, а вот здесь налоги, здесь риски, это мы делать не будем, тогда эффекта не будет. У нас масса несистемных мер, которые существуют, которые тратит государственный бюджет, но при этом малый бизнес почему-то не растет и не превращается в средний, а средний не превращается в национальных чемпионов. Поэтому я могу только поддержать то, что было сказано и давайте приступать. Вот сейчас у нас хорошее повод все это обсудить, а дальше я предлагаю переводить это в операционную плоскость. И надо пользоваться, так сказать, хорошим примером Бориса Титова, когда за год из идей, которые звучали на прошлом форуме, они вчера стали, в общем-то, уже результатами, в части тех идей, которые он озвучивал. Я думаю, что мы до следующего форума точно должны уже начать работать и уже результаты показывать. Вот так. Спасибо. Андрей, спасибо. Поддержка генстратегический инициатив крайне важна. Не будем скрывать, что это одна из сейчас основных площадок и тот алгоритм, который ты сейчас предложил, мы его однозначно приведем в действие. Спасибо за комментарий. Я бы сейчас хотел дать слово для такого краткого комментария. Не могу не дать Александру Галушко, поскольку он лично, и деловая Россия долгое время пытались, так сказать, инициировать различные предложения в области налогов для предпринимательства. Это с одной стороны, и с другой стороны Александр является сопредседателем Общероссийского народного фронта. У нас та ситуация, когда мы используем все площадки, не только, естественно, генстатергических инициатив, но и ОНФ. Поэтому, Александр, вот твои комментарии, пожалуйста. Спасибо большое за приглашение принять сегодняшнюю дискуссию участия. Я думаю, что идея верная, такая верная, направление верное, и много интересных вещей здесь высказывается сегодня. И, в принципе, исходя из того, что звучит, я это слушаю очень внимательно и соотношу с тем, что уже сегодня делается с теми проектами, которые уже реализуются. И мы же сейчас как раз обсуждаем будущее этого проекта для того, чтобы выбрать лучшую траекторию его развития, лучшую модель реализации. И мне кажется, что очень важно отметить, что у нас есть вот в этом внешнем контексте многое вчера было заявлено президентом по тем вопросам, которые волнуют любой бизнес, без исключения микро, малый, средний, крупный. Это налоги, тарифы, кредиты, это то, что волнует всех. Безопасность ведения бизнеса тоже волнует всех. С другой стороны, у нас есть дорожные карты национальной предпринимательской инициативы, тоже по конкретным вопросам, таможня, стройка, электроэнергетика, поддержка экспорта, регистрация нового бизнеса, регистрация собственности и так дальше. Еще у нас есть для регионального уровня региональный стандарт создания благоприятного инициативного климата прошел соответствующий госсовет. Не просто идет его внедрение, потому что, чтобы его внедрить, нужно приложить на самом деле массу усилий. Хотя президент дал поручение до конца года это сделать, я убежден, что до конца года у нас не будет большинства регионов, которые его внедрят. Я в этом убежден, что эта история ни на год, ни на два. И что у нас сегодня является таким пробелом, на мой взгляд, это местный уровень, муниципальный уровень власти, который тоже имеет свое значение для улучшения институтного климата, для развития предпринимательства. И мне кажется, что та программа, которую мы обсуждаем, может быть, было бы полезно, чтобы она сфокусировалась именно на этом срезе развития бизнеса. Что может сделать муниципалитет для того, чтобы развивать предпринимательство? Каковы лучшие и худшие практики, которые формируются? Что нужно от регионной, от федерации, чтобы развивать лучшие практики, убирать худшие практики? Мне кажется, что вот такой фокус этой программы был бы очень ценен, очень полезен. Если от этого фокуса отталкиваться, то что здесь сразу возникает? Естественно, потребуется дифференцированный подход, потому что одно дело, когда мы говорим о муниципалитетах, городах-миллионниках, и другое дело, совсем, когда мы говорим о небольших поселках. Это совсем разные истории, или о сельских поселениях, тоже разные истории. Кроме того, у нас сразу же встанет вопрос компетенции и мотивации местных органов власти. Компетенции связаны с тем, где взять грамотных, подготовленных людей, которые могли бы развивать бизнес у себя на территориях. И здесь, мне кажется, роль опоры России могла бы быть вообще решающей в том, чтобы и формировать такой систематизированный свод лучших практик, обучающую программу для мэров, и, собственно, быть главным таким двигателем этих процессов. И вопрос мотивации. Мотивация связана с тем, что мы не раз об этом говорили, что существующая система межбюджетных отношений, она совершенно не стимулирует муниципальный уровень власти что-либо делать, развивать предпринимательство. Большинство муниципалитетов дотационные, проще получить из областного бюджета дотации, чем какое-либо предпринимательство себя развивать. И то, что в рамках этой программы было бы, мне кажется, очень правильно поставить эту тему, именно с муниципального уровня на нее посмотреть, на тему межбюджетных отношений. И здесь давнее предложение идеи о том, что все налоги от малого бизнеса должны поступать в местные бюджеты, особое звучание, особую актуальность приобретает. Это было бы тоже очень правильно сделать. И говоря о мотивации, тоже нельзя не затронуть один момент, он связан с таким фактически конфликтом интересов. Мы сегодня имеем ситуацию, когда 76% предпринимателей оценивают уровень развития конкурентной среды в России как неудовлетворительный. 76% поставили два нашей конкуренции. И главная проблема, которую выделяет бизнес, когда говорит о теме конкуренции, это конкуренция с административным ресурсом. Будь ты там лучший по технологиям, по качеству, по издержкам своей продукции, но когда против тебя административный ресурс, ты все равно проиграешь. И нередко приходится слышать от предпринимателей, что часто руководители местного уровня, мэры, они же и фактически являются предпринимателями. Либо мупы, созданные ими, вытесняют частный бизнес. И решение этой проблемы было бы здорово тоже нам найти в рамках программы территория бизнеса, территория жизни. Это было бы очень здорово. Она бы сразу заиграла и была бы воспринята, мне кажется, фактически всеми предпринимателями. вот так мне видится основной фокус и ключевые вопросы этой программы. Фокус на местный уровень власти, ключевые вопросы, компетенция, мотивация, заинтересованность через бюджетное отношение, устранение конфликта интересов. Спасибо. Спасибо. Да. Ну что ж, мы говорили много про регионы. Сергей Иванович, начнем с Ульяновской области. Вам слово. Спасибо огромное. Я в самом начале хотел бы поблагодарить, я так понимаю, удивительного руководителя муниципального образования Челябинской области, которого только что сейчас рассказал об этом опыте. Сергей сказал, что было бы здорово, если бы, Саша, через твою организацию такой опыт транслировался в регион и, естественно, в муниципальное образование. Если вот милые дамы не возражают, я бы, конечно, в самое ближайшее время прислал бы ряд руководителей муниципалитетов для изучения этого опыта. Ну, вот Ульяновск был, к сожалению, пока ничего из того, что увидел, не внедрил, поэтому там еще нам предстоит с Ульяновском разбираться. Вот что касается там небольших городов, небольших районов, я думаю, чтобы как раз бы было очень своевременно, тем более, что мы все прекрасно понимаем, что малый бизнес в муниципальных образованиях это не только экономическая величина, это еще и большая социальная часть нашей жизни. Но это первое. Второе. Мы у себя действительно очень много занимаемся мерами поддержки предпринимательства, есть масса положительного, вы об этом хорошо знаете, но есть и огромное количество проблем, причем как на региональном, так и на муниципальном уровне, мы их не скрываем. Вот, допустим, с Борисом Титовым мы достаточно активно уже несколько месяцев находимся в переговорах, в раздумьях, в спорах о том, как нам решить проблему. Там у нас есть один очень интересный проект, я еще его, что называется, саму истоку стоял, когда он появлялся, Ленинские горки, и я надеюсь, что вот мы договорились вчера, позавчера, да, Борис, значит, о том, что в ближайшее время постараемся на его площадке встретиться и с инвестором, и представителем нашего бизнеса для того, чтобы окончательно найти решение и поставить точку. Я вот, кстати, согласен с Александром Галушко, что основные проблемы, конечно, находятся на уровне муниципалитетов, но для чистоты наших отношений я бы хотел обратить внимание всех коллег, которые здесь собрались, о том, что и государственная власть не безгрешна. Вот я посмотрел, когда готовился к сегодняшней круглому столу, о том, а как государство или как законодатель за 2011-2012 год отличился, и обратил внимание на удивительные такие вещи. Ну, например, в 2011 году законодатели внесли во вторую часть налогового кодекса 27 поправок, в 2012 году уже 28, и это только та часть налогового кодекса, которая регулирует, какие есть налоги, как они уплачиваются. Я уже не говорю про огромное количество различных, так сказать, подзаконных акций, которые на создавались. В результате правила игры в течение одного года меняются максимально кардинально. И я неоднократно говорил у себя в регионе, и здесь еще раз повторяю, о том, что было бы правильно, если бы государственная власть официально зафиксировала в законодательстве такой вот дедушкину оговорку, которая существует в отношении иностранных инвестиций, о том, что не имеем права после принятого решения ухудшать ситуацию с малым бизнесом. Я могу привести это на массе примеров, потому что малый бизнес для регионов, я думаю, что он Никита подтвердит, это реально большая палочка-ручалочка. Изменили правила по страховым взносам, о которых мы неоднократно говорили. Мы очень-очень активно восстанавливали малый бизнес, создавали малый бизнес, лелеяли малый бизнес, а только за меньше года действия этих страховых взносов мы потеряли более 5000 официально предпринимателей. А сколько неофициально стали меньше платить налогов? Хотя на самом деле тот же малый бизнес у меня в регионе ежегодно создает от 10 до 12 тысяч рабочих мест. 10-12 тысяч рабочих мест для меня это, я могу сказать, что это огромный спасательный круг, потому что уровень общей безработицы, если брать по металлогии международной организации труда, более 5%, это очень много. Но я уж не говорю про налоги, которые платит малый бизнес. Если в 2008 году мы когда с Сергеем начинали будить Ульяновскую область, платили там менее 500 миллионов рублей, то по итогам 2019 года вышли, так сказать, на 1,7 миллиарда рублей. Ну и, конечно, хотел бы еще один пример привести о том, как мы не очень, как государственная власть, не очень хорошо относимся к малому бизнесу. Вот у себя в регионе мы законодательно вели такое понятие, как начинающий предприниматель. Оно касалось, так сказать, буквально двух моментов. Первый, это все, что касалось упрощенки, два первых налоговых периода с момента регистрации было для упрощенки, а для патентной системы год. И это считалось вот такой начинающим предпринимателем. Причем мы сделали минимальные ставки для патентов вне зависимости от рода деятельности 900 рублей, а ставка минимальная по упрощению составляла 5%. Все выиграли. Я вам говорю, все реально выиграли. Мы получили увеличение налоговых платежей почти на 19%. Но потом опять вступила наша, так сказать, пресловутая российская НО. Запретили регионам или, так сказать, отобрали это право. В результате сегодня предприниматель самого маленького муниципального образования, там, старая кулатка находится 300 километров от регионального центра, он поставлен в одинаковые условия с малым предпринимателем города Москвы. Но это несерьезно, это нечестно, это неправильно. Это неправильно. Я, конечно, бы хотел поэтому пользоваться вот этой возможностью, что и Андрей здесь Никитин, и Александр Галушка, и ты, Саша, здесь. Нам надо все равно использовать в том числе и поддержку региональных руководителей. Я думаю, что они в большинстве в своем все равно меня поддержат. Нам надо добиваться, чтобы вот эти так называемые законодательные правила игры не менялись. Спасибо. Сергей Иванович, спасибо. Вы затронули, вы озвучили, на самом деле, один из главных ключевых принципов программы, которую мы разрабатываем. Особенно в части фискальной модели. Действительно, правила игры меняются каждый год. Надо напомнить, что для индивидуальных предпринимателей за последние 10 лет сумма страхового взноса изменилась с 1800 рублей до 35600. И причем это такой процесс не очень прогнозируемый. Поэтому, конечно же, фискальная модель должна быть неизменна хотя бы в течение 10 лет. Никита Ильич Белых, пожалуйста, я был в Кирове, случайно оказался тогда и разговаривал с многими разными людьми. Все в один голос сказали, что жить стало лучше. Веселее точно. Ну, первое, я считаю, очень правильно, что мы здесь собрались и обсуждаем. Собственно, готов подписаться под каждым словом, о котором говорил Сергей. То есть мы и так достаточно плотно общаемся и смотрим, что происходит. Я бы, наверное, попробовал немножко по-другому как бы тему развернуть. Мне кажется, что мы в каком-то смысле совершаем очень серьезную ошибку, сводя вопросы поддержки и развития малого и среднего бизнеса к неким таким инструментальным подходам. Сколько должна быть ставка по кредиту, сколько дней не должна быть перерегистрация или регистрация того или иного. Мне кажется, что вопросы, связанные с поддержкой бизнеса вообще, а там малого и среднего в особенности, это вопросы идеологические, политические, если угодно. Поэтому главными действующими лицами действительно должны быть и Борис Титов, и Александр Галушко, и руководители наших общероссийских организаций. Известный всем здесь Владимир Александрович Мау любит рассказывать историю, он, как знаете, специалистом в сфере экономической истории, как в начале жизни молодой Советской Республики правительство России, Совет Народных Комиссаров, озаботился проблемами вывоза капиталов за рубеж. Собственно, ничего не меняется с тех пор, как бы так, но тогда озаботились, и было решено, что, наверное, это происходит из-за того, что нет гарантии сохранности вкладов на территории России, был принят декрет о гарантии сохранности вкладов, активно эта работа проводилась, деньги как вывозили, так и продолжали вывозить, и тогда нарком финансов проводит рабочую встречу с Непманами, говорит, слушайте, что же такое-то, приняли декрет о сохранности вкладов, ситуация не меняется, и тогда один из участников совещания, история его имени не сохранила, произнес фразу, на мой взгляд, актуальность которой и сегодня, вы приняли декрет о сохранности вкладов, а не сохранности жизни вкладчиков, это разные вещи. Так вот, мы по большому счету сейчас должны говорить о сохранности жизни вкладчиков, потому что когда главным медийным органом является пресс-служба Следственного комитета в стране, обсуждать вопросы ставки кредитования малого бизнеса, мне кажется, очень странно, то есть, так, и когда Артем говорит, ну, как же, почему-то у нас мало стало там, ноготковых, теньковых, зато чичваркиных стало больше, то есть, это же, как бы, тут, собственно, все, как бы, одно другому, значит, обозначает, когда Андрей говорит о том, что наши оппоненты ведут несодержательную дискуссию, Андрей, я тебя умыляю, там, следователь Пупкин не ведет несодержательную дискуссию, как бы, так, то есть, он вас вообще не слышит, как бы, да, то есть, и, собственно, разговаривать с вами особо не собирается, так, значит, и поэтому, на мой взгляд, на сегодняшний день мы должны четко для себя понять, что вопросы формирования инвестиционного климата, это не просто, там, набор неких действий, да, потому что, если бы это был набор каких-то понятных процессов, то есть, собственно, вот был бы рецепт, все по нему действуют, и, как бы, все замечательно работает, это, к сожалению, не так, и вот здесь я должен присоединиться к словам Сергея, так, то есть, что если бы, да, я имею в виду Сергея Ивановича, значит, что если бы у нас действительно все вопросы, о которых мы говорим, находились там в руках губернатора, да, вопросов нет, как бы, да, просто что это те, и когда вы там посмотрите жалобы предпринимателей, значит, на то, что, как бы, их там напрягает, собственно говоря, там областных или там региональных функций, это, значит, да, налоговые, там, Роспотребнадзоры, там, полиция, Миколеты, там, Сергей Иванович, тоже активный участник этих, как бы, процессов, да, так много говорили о децентрализации, да, что, ну, дайте там, те, как бы, там, полномочия, которые, собственно, не связаны с государственной безопасностью, которые не связаны, там, с обороной, там, ну, дайте, что, если мы сами эти вещи будем разруливать, да, и два года назад, там, действительно принимались решения на госсовете, там, значит, да, мы там детально обсуждали, что, как бы, там, Ростехнадзор может передать, что нет, вот, там, да, там, безопасность атомных объектов, пусть остается на федеральном, и чем это все закончилось? Да, ничем. Да, ничем это не закончилось. То есть, собственно говоря, поэтому, там, обсуждать сейчас какие-то, вот, там, я говорю, там, нюансы и детали, мне кажется, весьма, там не актуально. Во-вторых, значит, следующий, как бы, тезис. У нас, мне кажется, не хватает некого понимания со стороны предпринимательского сообщества, действительно, кто является их главным контрагентом. А их главным контрагентом действительно являются муниципалитеты. То есть, и здесь вот там, что это, там, респект, то есть, вот, там, представителю, там, Челябинской области, да, потому что на, муниципальном уровне, действительно, как бы, происходит большинство, там, тех, как бы, действий, событий, вопрос, там, земли, значит, там, прочее, которые интересуют предпринимателей. Поэтому было бы правильно, если бы на таких круглых столах сидели не столько, там, руководители регионов, да, сколько руководители муниципалитетов, да, которые, там, действительно, рассказывали, что они могут сделать у себя, там, по тому или иному вопросу. Следующий момент. Мне кажется, у нас предпринимательское сообщество не до конца воспринимает себя элементом в целом государства. Потому что, когда мы обсуждаем те или иные формы поддержки, то есть, в конечном итоге речь идет, там, о том или ином ресурсе, может быть, там, в деньгах, в чем-то еще, то есть, любые, там, процентные ставки или любые, там, налоговые льготы всегда можно, там, конвертировать, там, в некий объем денежных средств. Ну, собственно говоря, коллеги, да, значит, все так или иначе сталкивались, там, с вопросами, не знаю, линейного программирования, значит, там, транспортных задач, то есть, понимают, что в конечном итоге ресурс ограничен, да, поэтому задача нас, как управленцев, да, в конечном итоге принять некое оптимальное или, на самом деле, наименее, может быть, безболезненное решение. Так вот, когда мы говорим о приоритетах, давайте вместе, там, с общественными организациями, в смысле, с организациями объединяющих предпринимателей, как-то поучаствуем в общей дискуссии, а что у нас в стране является приоритетами, да, я могу сказать, что мы, конечно, с Сергеем Ивановичем выполним указы президента, значит, связанные с повышением зарплаты работников бюджетной сферы к 2018 году до тех параметров, которые есть. Но что при этом мы положим на алтарь этой победы, одному Богу известно. Вот у меня, как бы, там складывается столько ощущений, что, там, все формы поддержки предпринимателей точно не окажутся в числе тех защищенных, значит, от разного рода, значит, угроз, как бы, там, статей, которыми нам придется пожертвовать. И вот здесь я бы хотел, чтобы позиция предпринимательского сообщества была не потребительская, да, о том, что вы нам должны и дайте, потому что в конечном итоге вы должны понимать, что можно вот эту дискуссию свести к тому, что, так, что для нас важнее на этом этапе, повысить зарплату учителю или помочь предпринимателю. И вы должны, как бы, понимать, как общество на это реагирует. Вы, как общественные организации, должны работать не только с властью, но и с обществом, чтобы у них формировать мнение, чтобы понимать, что для того, чтобы повысить зарплату предпринимателю, там, повысить зарплату бюджетнику завтра, надо сейчас помочь предпринимателю. А этого понимания, к сожалению нет и вот именно поэтому и там андрей знает как бы александр мы в этом году который объявили у себя там годом предприниматель основной упор делаем на разного рода работу по популяризации там предпринимательства для объяснения для того что такое как бы предприниматель их статус в обществе потому что без этого обсуждение любых как бы опять же как бы вопросов становится бессмысленным потому что если на сегодняшний день спросить у общества а что важнее помочь бюджетникам или или помочь предпринимателям я думаю ответ для многих очевиден поэтому наша с вами задача людей которые понимают что эти вещи там сильно взаимосвязаны разъяснить тем кто это не понимает а их к сожалению большинство их к сожалению большинство и поэтому там не должно никого удивлять о том какая реакция там на очередные там заявления там правоохранительных органов по поводу ареста того или иного предпринимателя да позитивное оно оно позитивное сознание там подавляющего большинства граждан предприниматели жулики и мерзавцы и до тех пор пока вот этого не будет сделано обсуждать вопросы времени подключения значит к электроэнергии мне кажется немножко как бы несвоевременно спасибо никита спасибо очевидно что нам надо продолжить дискуссию уже в кирове в рамках года предприниматель есть много чего сказать а у нас следственный комитет является активным участником года предприниматель в кировской области привлечем 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 к дискуссии у нас очень очень мало времени но главное такой экспертную оценку я все-таки предоставлюсь сергей иначе борисову сергей иначе пожалуйста спасибо уважаемые коллеги добрый день мы с приступаем к созданию а что-то наверное мы приступаем к созданию сложного кейса наверное тот который мы ранее с вами в таком ключе не ставили у нас всегда была программа такая общая средняя статистическая для предпринимателей по линии государства такая вырубленная топором у нас были некие пожелания такие наши предпринимательские хотелки что-то с чем-то соглашались чем-то нет что-то нам удалось за истекший период сделать и я не умолял бы того пути который мы прошли и базовый закон о малом бизнесе вспомните и 204 закон о проверках который отсек до 70 процентов на проверок и дал дышать спокойно многим и многим мы смогли все-таки наладить я считаю великолепный опыт прошлых лет оценку регулирующего воздействия и влияем на на нормотворчество неплохая налоговая система я считаю для малого бизнеса и упрощенка которая наверное еще будет иметь право на жизнь и нвд который будет иметь право на жизнь упрощенка которой пользуются активно предприниматели патент который мы с которым и бились сколько лет вы помните и он все все это нормально заработал но сегодня на первое место выступает тема кадров кадра которая мы не можем добиться малый бизнес и мы должны об этом думать мы сегодня говорим о социальных платежах трагедия я считаю чп новейшей истории нашей ситуации с налогами с со страховыми платежами мы фактически поставили красный цвет объявили запрет на профессию огромному количеству людей установили абсолютную планку которые не могут преодолеть вот такую квалификацию не могут преодолеть я думаю что миллионы наши граждан миллионы которые хотели бы попробовать себе предпринимательство одновременно из уст власти мы услышали совершенно невероятные цифры что 20 миллионов более 20 миллионов наших граждан находится вне правового поля что это беспомощность или мы что-то не так делали прошлые годы 17 с половиной миллионов работает официально в малом бизнесе а 20 с лишним миллионов нигде не числится из трудоспособного населения вот чем нам надо заняться вот этот голубой океан где нет еще артем конкуренции где нет еще вот этого рвачество клиентов готовых которых мы по кругу пускаем валом океане так называемым где уже акулы создали так сказать фон кровяной такой за конкуренции это абстрактные многие эксперты используют такие выражения добавим сюда еще то что нам навязывается опять дополнительно искусственно это обязательность бухгалтерского учета совершенно пока еще не понятную кадастровой стоимость земли которая отсекает огромных от земли мы еще не дали ответ перекрестном субсидирование последней мили и угроза для малого бизнеса порядка 60 миллиардов висит это доплаты наши доплаты за то чтобы населению было легче жить потому что крупные компании сейчас от этого отстегнулись умело коллеги ну я еще добавлю сюда регуляции центрального банка которые нам мешают и в рисковую зону отправляют многих кредитные учреждения из-за надуманных требований по риску в торговле малый бизнес отсекли вспомнить вспомните почему сигареты табак табак зло я вот сам не курильщик я считаю что чем меньше курить будет но почему италия франция испания специально дают малому бизнесу такую возможность чтобы они социальные какие-то продукты несли и занятость создавали благодаря таким такой деятельности программа которую мы сейчас начинаем обдумывать разрабатывать она новая она абсолютно я бы сказал дерзкая согласен с андреем никитиным нам нужно очень серьезно просто в ней проработать доказательную базу мы должны показать властям что вот те нулевые ставки те гибкие формы это не выпадающие доходы сейчас это вклад в завтра в послезавтра если мы это не сделаем разговора с нами не будет мы должны абсолютно по-другому поставить эту тему мы должны поднять флаг с которым мы вступили в новую эпоху с вновь избранным президентом владимиром путином который заявил после консультации с нами что к двадцатому году осталось не так много времени даже 50 процентов способного населения в малом бизнесе 40 45 процентов ввп мы должны в этой программе которая сейчас будет наверное продолжаться хотя и начали уже кромсать и региона почему-то мало заявок подает а в то же время садкинский район готов освоить на развитие собственных инновационных программ по развитию предпринимательства новые деньги им сокращают нам нужно уже приглашать таких знаете лекарщиков в процессе создания этих программ они вырубать все грубо топором и наконец коллеги но наиболее главное что меня накипело что я хотел сказать что нам пора впрячься всем бизнес сообществом в одну телегу у нас были попытки прошлые прошлые годы у нас был координационный совет предпринимательской организации россии по разным причинам он не состоялся спорили мы больше упражняемся в таскании каштанов из огня инсайдом на благо якобы популяризации отдельных организаций бизнес объединений мы забыли о главном предназначении и нашей истины от чего что ждут от нас предприниматели огромное количество предпринимателей мы совершенно правильно и никита здесь сказал что мы не занимаемся популяризации предпринимательства я бы сказал даже не популяризация уже важно пропаганда системная пропаганда воры и жулики это вот боря ушел да а какая статистика статистика была но я имею ввиду он правильно он объявил объявил эту тему и тут же был социологический опрос коллеги там население против было этих мер против мер это результат того что мы громко не говорим о успехах а вот таких ребят предпринимателей которые достигают больших больших побед нам нужно действительно вот прозвучало у ирины викторовна темы перезагрузки нам нужно делать перезагрузку нашего бизнес сообщества нам нужно сесть за одним столом написать общую программу развития предпринимательства и начиная самого малого микро средний бизнес крупный каким образом крупный бизнес с нами наконец-то начнет работать в рамках субконтрактации и аутсорсинга каким образом нам не заступая в политический а категорически всегда был против заступать бизнесу в политическую лона но может быть саж в рамках народного фронта пора открыть второй фронт немедленно за борьбу за предпринимательстве и отстаивать наши интересы вместе все будет ли эта программа оси дорожная карта уже в дорожная карта становится нарицательным таким быстро нас замызгали ну такая идея хорошая которая приживалась во многих обществах зарубежных она нами почему-то начинает как панацея звучать а суть то не менее назовем это программа давайте сделаем единую общую программу борьбы за предпринимательство за создание предпринимательства российского если коллеги ближайшее время мы это с вами не сделаем нас ждут в обществе очень большие разочарования уже пафос энергетических ограничителей которые сейчас кормят вот несметное количество никита этих муниципалитетов которые уже в крови у них не развить как саткинский район свое дело да а попросить вас губернатора еще куда-то сбегать этот шустрость уже заменяется на занимается их деятельностью по развитию реальной экономики я думаю что нам очень серьезно нужно пересмотреть все эти подходы и наконец-то наконец-то выступить единым фронтом единым фронтом спасибо коллеги я прошу организаторов очень нам дать еще буквально пять минут у нас по минуте по полторы буквально очень важные выступления не могу не дать слово андрею шаронову андрей буквально коротко все таки государство как акселератор тема актуальна для россии или нет и вот ну как коротко спасибо 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 александр я очень коротко по трем позиции мне очень понравилась позиция александра галушки и никиты я по трем вопросам хотел добавить по поводу дорожной карты которую сделал оси с участием предпринимательских объединений с одной стороны мне как чиновнику сейчас приходится писать дополнительные отчеты но с другой стороны я согласен что это попытка может быть не первое но достаточно системное формализовать требования с возможностью последующей проверки действий регионов действий губернаторов и это перевод ситуации из области я за все хорошее против всего плохого чем в основном у нас в области малого предпринимательства регионы занимались на последовательность конкретных профессиональных профессиональных действий так что направление правильное надо работать второе вот совершенно согласен с никитой по поводу имиджа к сожалению нужно признать что власть продолжает поддерживать парадигму в обществе которая выросла в этой парадигме у нас плохая наследственность в этом смысле что все блага от правительства все блага от власти и очень часто приезжаешь в регион и видишь большой плакат с лицом губернатора на котором написано подарок району от губернатора будет площадка спортивный комплекс и так далее понимая природу этого подарка становится неловко во-первых а во-вторых психологически как раз тут имидж создается что вот это жулики и воры а все блага идут вот отсюда и полностью меняется представление о мире вот с помощью такой в том числе сознательной целенаправленной деятельности и требования третий вопрос это стимула и стимулы для муниципалитетов тоже абсолютно согласен коротко скажу что общался с одной немецкой компании которая причем из среднего бизнеса небольшого которая занялась экспансии поехала в россию в один сибирский город не могу не буду говорить в какой их китай учреждать свое производство с тем чтобы торговать на местных рынках в двух словах принципиальное различие по и по их словам михаэль ваши ваши коллеги в китай мы горит приехали в китай они спрашивают что мы можем сделать для того чтобы вы основали фирму здесь у нас в россии в этом сибирском городе что вы для нас можете сделать чтобы мы вам разрешили основать эту фирму здесь вот в принципе все сказано этим этим словом и такое возможно только в случае если глава муниципалитета вообще никак не отвечает за доходы ему до одного места будет эта компания здесь или нет как источник доходов потому что он знает что он обратится к губернатору он обратится к федералам скажет что он бедный несчастный но умный и ему ему дадут денег пока мы не ужесточим требования по кп для вот такого по ключевым показателям эффективности для этого уровня пока они не будут бегать задрав штаны и искать кто еще пару-тройку рабочих мест создаст и три копейки в доходы бюджета заплатит которые мы им оставим кстати это очень важно в москве это началось мы очень сильно перераспределяем доходную базу и вот все доходы которые идут по патентам по операциям с выявлением незаконной сдачи квартиры в аренду и неуплаты налогов все остается у муниципалитетов сто процентов и мы ожидаем что они начнут двигаться параллельно вот с этими пряниками кнут это показатели эффективности по росту доходной базы спасибо андрей спасибо огромное тогда михаил харус буквально минуту тем более ссылка была на вас пожалуйста спасибо я хотел бы все-таки сказать что есть конечно другие примеры как раз вот сергей иванович морозов всегда спрашивает что мы можем для вас сделать так что я бы сказал что есть на регионе прекрасные примеры но на федеральном уровне я думаю нужно действительно создавать равные условия и для иностранного среднего бизнеса и в этом плане я не совсем понимаю то ограничение которое есть в законе на который ты сергей ссылался там ограничена доля иностранного участия в субъекте малого предприниматься 25 процентов нет новый закон который внесен в думу только отменил это для физических лиц к сожалению не для юридических мне кажется было бы совершенно достаточно то ограничение которое есть что нельзя среди учредителей не должны быть субъекты немалого предпринимательства чтобы большие фирмы не создавали как бы дочери и я бы здесь разницу между он иностранным и российским бизнесом не делал потому что я знаю что скажем как раз немецкие средние предприниматели очень активно здесь работают и они тоже конечно с удовольствием пользовались теме темы поддержки и в европе такой разницы нет и может быть одно маленькое замечание еще по поводу форма мы говорим о территории жизни территория жизни на петербургском форуме для среднего бизнеса с каждым годом сужается потому что цены слишком высокие то есть я бы я бы предложил действительно сложно приезжать здесь нужно обратить на это внимание я вам больше он и присоединяются я вам больше скажу мы площадка мало такая для малого бизнеса она впервые поэтому организаторам еще раз извините мы не можем уложиться в час 15 потому что столько лет сколько форум проходит и мы наконец-то добились обсуждения этой темы поэтому уж простите а я спасибо значит питер судя по вашему выражению лица все что вы услышали вас точно сподвигнет что жить и работать надо в саткинском районе коротко короткое ваше замечание комментарий очень кратко я хотел бы осветить эту тему я надеюсь что мы можем уделять внимание не только аспекту бизнес для жизни но и жизнь для бизнеса создать приличную я хотел бы поддержать своего немецкого калия коллегу и сергея ивановича сергеем мы работаем в рамках программы качество качество предоставляемых услуг со стороны иностранных предпринимателей в россии у вас есть все все что существует в других странах мира но не все работает разумеется нужно каким-то образом корректировать профиль компании я считаю что если вы хотите развивать инновации в регионах нужно прежде всего подойти с инновационным подходом к администрации этих регионов и модернизировать методы ее деятельности да ну второй пример который которым я хотел бы посвятить внимание проект над которым мы работали в течение пяти лет мы готовили предпринимателей профессоров университетов студентов по теме что означает предпринимательство и что такое предпринимательский подход за годы нашей работы количество предпринимателей выпущенных из этого учебного заведения выросло в три раза изменение культуры это очень длительный процесс и разумеется его нужно осуществлять на высоко профессиональном уровне с различными игроками рынка ну что же господа я хочу пожелать вам успеха в вашей деятельности и терпения на этом такой большой предварительный на секундочку вы знаете но у нас к сожалению времени нет я очень коротко давайте давайте только очень коротко да очень короткий вопрос губернатор ульяновской области сергею морозову он заключается в следующем на жизнь на картинках все очень красиво ульяновская область впереди планеты всей по инвестициям вот я реальный инвестор в экономику ульяновской области вложил туда концу девятого года больше 500 миллионов рублей в результате проект подверг подвергся административному давлению перед этим арендная ставка за землю была увеличена более чем в 30 раз и никаких перспектив для развития от сергея ивановича ранее обещанных реализовано не было вот у меня суть так суть вопроса такова ну прежде всего прошу сергей ивановича дать оценку таким фактором вот есть меры поддержки есть меры административного давления есть меры административного давления вот пусть сергей иванович ответить на такой вопрос как он объяснит избирательность свою по отношению к различным проектам в ульяновской области очень коротко объясню значит мы как раз сегодня говорили очень много о том что в обществе сложилось негативное мнение о предпринимателях и это не благодаря там каком-нибудь активности солнца или каких-то других так сказать светил это во многом еще и результат самой работы предпринимателей например вашей компании вас лично вы нарушили все что можно было нарушить из действующего федерального законодательства при реализации этого закона в том числе так в этой очень опасной оползневой зоне вошли так сказать в противоречии с действующим законодательством более того вы и ваши компаньоны между собой мягко говоря разобиделись в результате обанкротили предприятие а сейчас говорить отдайте мне землю я говорю о том что нет сначала давайте подпишем конкретное жесткое соглашение о том что вы на этом земельном участке реализуете в полном объеме инвестиционный проект и таким образом выполнить взятые на себя обязательства потом значит параллельно мы все это выполним свое потому что из 136 инвестиционных проектов ни один не жалуется кроме вас нечего кинять на зеркало если оно скажем так у самого одно место кривое спасибо получены разрешение на строительство спасибо уважаемые коллеги мы продолжим диалог я думаю уже в москве осенью где будем подводить итоги по нашей программе спасибо большое спасибо 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 спасибо